Почти 500 заявлений о нарушениях антимонопольного законодательства получило Управление Федеральной антимонопольной службы Почувашии в 2013 году. 38% заявителей жаловались на деятельность монополистов, почти столько же на не устраивая деятельность органов власти. Эти и другие цифры озвучили на пресс-конференции в ведомстве. Обращений в антимонопольную службу в 2013 году по сравнению с 2012 стало меньше. По мнению сотрудников ведомства, это следствие профилактической работы, направленной на предупреждение нарушений. В прошлом году начали совместную работу с Чуваксарским филиалом Академии народного хозяйства. Там открылся Центр развития антимонопольного регулирования. Правовое просвещение приносит плоды. Если раньше с администрацией Чуваксар общались в судах, то сегодня уже находят общий язык. Однако остается непонимание в области регулирования рынка пассажирских перевозок. Многие перевозчики работают без договоров, либо нарушают их условия. А жители Чувашир должны быть уверены и в качестве услуг, и в их легальности. Эту систему привести в норму необходимо, привести конкурсы. Мы уже выдали достаточное количество предписаний для их исполнения. Мы уже и консервативную ответственность привлекали. Но вот пока понимания этого мы не можем достичь. Хотя этот рынок, он достаточно важен для всех нас. Мы все хотим быть уверены, что придя на остановку, мы доберемся до любого места, куда мы хотим доехать. Поступали жалобы в Уфас и по поводу конкурсов и аукционов. Особенно много претензий было при размещении заказов для муниципальных нужд. В итоге комиссия внесла в реестр недобросовестных 18 поставщиков. С 1 января 2014 года вступил в силу новый закон о контрактной системе. Благодаря ему можно контролировать все циклы заказов, отслеживать информацию о заказчиках. Галина Титарчук, Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика.